Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» и празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне наш музей презентует макет сражения на реке Днепр, форсирование Днепра. И сегодня наш коллега Владимир Владимирович Бачкурёв расскажет про историю создания этого макета. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Первый вопрос, почему вы выбрали именно это сражение? Именно в сражениях при форсировании Днепра звание Героя Советского Союза впервые получил воин из народа Саха Попов Фёдор Кузьмич. Расскажите, пожалуйста, немного об истории этого сражения и о ходе событий. Летом 43-го года после поражения немецких войск под Курском противника гнали части Красной Армии на запад. И в начале августа Гитлер приказал возводить мощную оборонительную линию на правом берегу вдоль берега Днепр. Красная Армия сходу начала форсировать эту реку в широком фронте шириной 750 километров. Задачей являлась тем, что при наступлении на широком фронте немцы были вынуждены распылять свои силы и одновременно они не могли отразить все атаки частей Красной Армии. И давайте перейдем тогда от истории к технической части. В каком масштабе и из каких моделей вы изготовили этот макет? Макет сделан из сборных пластиковых моделей производителей российской фирмы «Звезда» и «Тамия». Масштаб 1,35. Я тут вижу, что танки, и особенно танки, они очень высоко детализированы. И сколько времени занимает сборка одного танка? Так, ну это в основном зависит от количества деталей на танках. Например, немецкий танк «Пантера» фирмы «Звезда» состоит из 698 деталей. Для сборки этой модели необходимо примерно 2-3 недели работы. И еще после сборки надо покрыть грунтовой покраской. И только потом уже начинается покрасочная работа. И насколько эти модели пехоты и техники являются исторически достоверными? Так, ну я старался подбирать наиболее подходящие к тем временам, к тем событиям модификации танков, вооружения, пехоты, формы и одежды воюющих, солдат воюющих сторон. Ну, конечно, есть некоторые нюансы. Это обусловилось тем, что в нашем городе это всегда невозможно. И в наличии не всегда имеются подходящие модели. Может быть, во время сборки макета были какие-нибудь технические сложности? Что далось тяжелее всего? Так, ну, сложности в основном бывают, когда собираешь самые мелкие детали. И не всегда вот российская фирма «Звезда» делает свои модели идеально подходящими друг к другу. Ну, поэтому надо что-то подпилывать, что-то там резать или наоборот зашпакливать какие-то там где-то делки. Вот такие моменты иногда уходят достаточно большое количество времени. И в будущем будете ли вы и дальше заниматься этим, продолжать это дело? Да, конечно, будем работать, изучать историю. Есть планы на будущее. Эта дирама получается только моя первая работа. Отлично. Очень рад услышать такие новости. Ну и на этом мы заканчиваем. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok